Вы были темой дипломного проекта, и я рассмотрела наиболее актуальное направление в дизайне на сегодняшний день. И меня очень заинтересовала тема оформления футфургонов. Мой дипломный проект — это разработка рекламно-графического комплекса для футфургонов, конкретного потребителя и адаптация меню под личные потребности. Изначально, вообще около трех лет назад, в России, особенно в Москве, стали появляться такие фургоны, минивены, которые торгуют едой. Такой формат питания пришел к нам из США. У них это очень широко распространенный бизнес. И там владельцы футфургонов обычно предлагают самую разную еду, от бутеров до халафеля. Раз в неделю или две футфургоны переезжают на новое место, сообщая людям о своих перемещениях с помощью социальных сетей или мобильных приложений. Тема уличной еды такого формата в наше время очень актуальна. Из-за повышенного внимания властей реконструкции общественных пространств, которые приводят к тому, что городская среда становится удобнее для жителей, проводящих свое время в парках, на улицах, ну и которые на свежем воздухе. И людям, которые открыты к новым форматам организации отдыха и питания. Благодаря чему открываются возможности для дизайна. Название Карбас происходит от парксно-гребного промыслового и транспортного судна в северных славянках. Далее у нас идет концепция. Она заключается в идее создания бренда формата здорового питания. То есть это не фастфуд, а стритфуд. Отличие фастфуда от стритфуда, то что фастфуд это заранее заготовленные овощи, полуфабрикаторы загреваются и подаются уже клиенты. А стритфуд это вот повар готовит на брилер, прям при вас. И то есть вы можете как бы наблюдать за процессом. С расчетом графика работы футфургона круглый год в местах массового скопления людей это парки, улицы, города, целевая аудитория. Это люди от 23 до 40 лет со средним доходом и выше. Основана эта концепция на идее скандинавского образа жизни, подразумевающей под собой простоту форм, функциональность, натуральные материалы, выдержку в палитре цветов, что ассоциируется с холодным морским климатом. Перед вами мудборд. Изображение вещей и предметов, которыми я вдохновлялась, разрабатывая свой проект. Вы можете видеть скандинавский дизайн, дерево, море, продукты на гриле, например, габлокеры, всякие. В результате проекта будет представлен дизайн графического комплекса, фирменная документация и атрибутика для футфургона, в который будет входить фирменный блок, фирменная документация, фирменная упаковка, меню, фирменная одежда, внешнее оформление фургона, макет сайта, мобильная версия сайта и рекламный флайр. Перед вами выбранные мной цвета, которые использовались при разработке проекта. Цветовое решение состоит из трех основных цветов. Цветло-коричневого, белого и темно-серого. Вот про темно-серый цвет, что для скандинавского стиля, выдержанного в моем дипломном проекте, он является нейтральным, не давит, а дает ощущение свободы. При выборе этого цвета я пришла к выводу, что он довольно эффективен и делает светлые цвета более контрастными. Следующий слайд — это фирменные гарнитуры, которые используются в моем проекте. Шрифт «Геллиус С» — им сделан дескриптор фирменного блока и название в упаковках. Фирменный блок набран фунтурой и презентация сайта «Флайр» сделана авангардом «Котик С». Вот это основные три гарнитуры. При создании фирменного блока у меня было несколько вариантов, исходя из чего был разработан наиболее подходящий. Следующий. На слайде вы видите фирменный блок с невидимым охранным полем, внутрь которого не должны заходить никакие другие элементы дизайна. Ударение знака или надписи текстового блока категорически не допускается. Придерживаясь в морской тематике, по окружности фирменного блока изображен фанат, завязанный внизу на морской узел. На следующем слайде вы видите три возможных воспроизведения. Другие способы воспроизведения фирменного блока не допустимы. А так как мой проект связан с морепродуктами, приготовленными на гриле, то при разработке фирменного паттерна логичнее было рисовать морских обитателей. На первом эскизе нарисовано изображение креветки, краны и рыбы, после чего данные элементы были отрисованы в программе иллюстратор, а затем уже скомпонованы в паттерн. Ну и любой проект, фирменная документация играет одну из важных ролей в разработке проекта. Вашему вниманию представлена фирменная папка для курьерской доставки, официальный план для партнеров о сотрудничестве, за стиле образующий элемент взяты черно-белые полосы, напоминающие тельняшку моряков. На следующем слайде вы видите два вида визита. Персональную и корпоративную. Персональная предназначается для партнеров, а корпоративная для клиентов. На корпоративной указаны социальные сети, QR-код, хэштег и телефон для связи. А на персональной, фамилия, имя, отчество сотрудника и информация о том, по каким средствам связи с ним можно связаться. Следующий слайд – это упаковка. При выборе и оформлении упаковки я учла критерии, рассчитанные на фудфургон. Сделала акцент на упаковочные бумажные материалы, которые удобны и просты в использовании, а также занимают мало места при хранении, легко утилилисируются и не наносят вред окружающей среде. Перед вами бумага белого и черного цветов с тематическим паттерном, на котором изображены разные виды морских животных, используемых при приготовлении блюд. Это вот креветки, рыба и кратул. Далее вы видите, как разработанная мною фирменная упаковка выглядит на продукции. На слайде вы видите, или мы можем в планшете, пластиковый полос для салата, обертку для бургера, для фишбургера, коробка для крафтбургера, коробка для креветок, вмещаемостью от 8 до 12 штук, малокрафтовый пакет – это для сэндвича с пудцом, большой крафтовый пакет – это для габаритных заказов, то есть немаленьких, средний пакет – это для небольших заказов, стаканы – 400 мл и 200 мл, ну и вот коробки в другом ракурсе. Ну и, так как это стрит-фуд, не все люди любят есть руками, для этого были также оформлены приборы и специи, одноразовые – сахар, соль, перец, влажные салфетки и, ну, множество лица. На следующем слайде, исходя из темы морепродуктов, я придумала сделать меню, которое крепится на фургон и расположено ближе к окну выдачи. Вот, можно увидеть здесь. Чтобы клиенту было удобно смотреть на ассортимент и иметь прямой контакт с продавцом. Меню выполнено в виде рыбы из дерева светлого, загрунтовано в подмелованную доску и ассортимент пишется в мелом, ну, для удобства, чтобы, если какие-то позиции можно было убрать, какие-то добавить, ну, чтобы можно было менять. Также следующее меню в виде краба. А, вот с рыбой – это для напитков в меню, а с крабом – это для уже ассортимента именно еды. И тоже там пишется мелом весь ассортимент. Еще есть одна важная особенность стритфуда, что очень часто повар и официант выступают в одном лице. То есть он сам готовит, собирает и отдает заказ. Поэтому одежда в этом случае должна быть удобной и универсальной. Акцент был сделан на символику. В качестве особой униформы я выбрала темного цвета, не черного даже, темного цвета фартук, на котором главным элементом является крупно изображенный фирменный блок и черно-белые полосы. Ну, и так как это сфера еды, то обязательно должен быть главной убор, на котором фирменный блок нашивается, то есть нашивание делается. Не печатается, а нашивается. Ну, и так как в моем карьере речь идет о футфургоне, именно поэтому я не могла обойти стороной его внешнее оформление, которое играет важную роль в продвижении бренда. Так как большинство потребителей чаще всего воспринимают информацию через изображение, ну, визуально. Поэтому наружный дизайн должен привлекать потребителей и быть запоминающимся. Я решила использовать разработанный фартук для наружного оформления, на котором как раз изображены ингредиенты, которые входят в состав меню. Это тут рыба, крак и креветка. И чтобы сохранить цельность оформления, с обеих сторон фургона на нижнюю часть были нанесены контрастные черно-белые полосы, напоминающие морской тематики. А наверху в нее проведен канат. Вот, видите, увидите. С одной стороны фирменный блок расположен в центре идущего по диагонали паттерна из рыб-креветок, а с другой стороны имеется окно выдачи заказов, рамка которого сделана таким же светлым деревом, а крышка, которая закрывается, тоже оформлена паттерном для ценности оформления. Ну и, как известно, сегодня практически ни одна быстросвязывающаяся компания не обходится без сайта. Для бренда Carvas тоже предполагается разработка сайта. При разработке макета посадочной страницы были учтены такие критерии, как удобство и ориентированность на пользователя, запоминающийся дизайн, интересная, актуальная, регулярно обновляемая информация, доступность 24 часа в сутки. Делать просто сайт сделан одностраничным, и дизайн посадочной страницы имеет 5 блоков. Там, наверное, плохо видно. Я выбрала самое главное. Это меню, это главная страница, меню и местоположение. На главной странице, куда человек выпадает, когда заходит на этот сайт, то есть он сразу видит, о чем он будет идти в дальнейшем речь. Меню он может познакомиться с сортиментом, он представлен поближе. И местоположение, конечно, чтобы люди знали, где в данное время, со скольки до скольки, находится футфургон, чтобы можно было его найти. Также предусмотрена, так как 21-го дня на улице, и мы постоянно ходим с телефонами, предусмотрена разработка и мобильной версии сайта, с учетом того, что футфургон не находится в одном месте постоянно. Дизайн мобильной версии не отличается от дизайна самого сайта, поэтому общая стилистика была соблюдена. Ну и рекламный флайд, размеры А5. Предполагается, что информация будет распространяться в местах массовых скоплений людей, таких как парты, фестивали, концерты под этим небом, ну и все в таком круге. Я, например, выбрала парк Борькова и решила сделать флайд, где указано, что каждую пятницу этого лета с 4 часов дня до 10-4 часов вечера этот флайд будет стоять. А посмотреть, где он будет стоять, можно на сайте либо через приложение. Далее там указаны ссылки. Нет, это назад. Ссылки на социальные сети, QR-код. На обратной стороне представлен ассортимент блюд из основного меню футфургона с указанием цены. Передо мной стояла задача разработать рекламно-графический комплекс для футфургона Карбас и адаптировать его под покупателя. В ходе разработки я задачила тщательную проработку деталей. Был проведен анализ, поэтапный разработан дизайн, выдержанный в легком стадинавском стиле. В заключении хотелось бы сказать, что уличная еда – большая необработанная ниша для стартапа. Вариантов для начинания здесь масса. Главное – придумать свой концерт. Это отличная идея для работы молодого дизайнера и начинающего предпринимателя. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо.